Докладчик у нас Владимир Натанович Дубровский. Хорошо. Только я его не вижу. Вот, теперь вижу, Владимир Натанович. Хорошо. Так. Все вам слово. Да, спасибо. Меня слышно? Да. Все отлично. А меня слышно? Да, да, все отлично. Слышно. Меня слышно? Все хорошо. А что я хочу сказать? Насчет математики в школе. Просто попросила замглавного редактора такую статью. Может быть, отчасти это и послужило толчком, что мы подробнее занялись этой темой. Но если будет интересно, можно, конечно, еще куда-нибудь написать. Вообще про динографики. Насколько я понял, вот, к ним, ну, я когда-то доклад слушал на эту тему давно уже. Там статьи какие-то смотрел. К ним, ну, прежде всего, надо понимать, они не заменяют графики. Это, как сказать, отдельная вещь. Ну, не отдельно, они, конечно, связаны, но нет смысла пытаться все с помощью графиков повторить там или как-то вот проинтерпретировать и на этом языке. Навряд ли это всегда будет так уж особо эффективно. Это раз. Вот. А что они дают? Тут два аспекта, как я понимаю. Один аспект – это то, что, когда у нас график обычный, то мы видим функцию, так сказать, целиком, ну, по какой-то небольшой области. И сразу вот, как бы, ее так вот представляем. А когда мы видим динографик, мы не видим функцию. Мы видим только значение в одной точке. Информация, они к нам поступают с течением времени. То есть, ну, вот, как бы, вот эти иностранные специалисты, они к этому применяют термин «нарратив», что здесь, в общем, возникает некое изложение того, что происходит. И поэтому задания, которые они там своим ученикам дают, они вот связаны с такими словесными описаниями, что они видят. Ну, например, они проводили такой эксперимент в Бразилии и в Канаде, значит, с учениками и с учителями, что им давалось несколько динографиков. И нужно было объединить их в группы, ну, вот, в чем-то сходное между собой, по каким-то им, их собственным признакам, вот, которые этот человек считает важными, значит, выделить какие-то признаки, по которым их можно объединить в группы. Ну, и то же самое делалось и с графиками. Вот. И потом они исследовали, как, что люди при этом говорят, там, и так далее. Ну, это больше такая какая-то вещь, там, экология, я не знаю, что-то вот такое. Ну, это вот один аспект. Ну, я не готов об этом как-то подробно рассуждать и говорить. Ну, тем просто для большего понимания, лучшего понимания, ну, откуда это взялось и что там с этим делать. Ну, это, мне кажется, не совсем, так сказать, похоже, такой подход на то, какой у нас обычно бывает подход в математике, в общем. Вот. А второй аспект – это то, что действительно здесь мы имеем отображение. То есть мы имеем дело непосредственно с отображением. Ну, можно эти прямые, в принципе, и совместить, вот эти две, тогда просто, ну, прямой в себя. Практически оно так и есть, но для наглядности мы просто их немножко разделяем вот таким интервальчиком, чтобы было понятно. Вот. И то, что я буду рассказывать, в основном как раз связано вот с этой интерпретацией. Вот. Что это хорошее такое окно в понятии отображения, ну, и работа с этим понятием. Ну, вот я начинаю здесь с... Ну, простейший случай. То есть в этом простейшем случае все очень хорошо. Можно много вопросов вставить, когда у нас линейная функция. Значит, мы сделаем следующее. Вот у нас есть этот самый гинографик, да? И для линейной функции, вот k и b, ее коэффициенты. Давайте мы вот возьмем этот отрезочек, стрелку эту, сделаем из нее прямую и посмотрим на семейство этих прямых. Сейчас, извините, вот пучок. Вот он. Вот так это выглядит. Значит, когда мы смотрим на эту вещь, то мы видим, что... Все прямые пересекаются в одной точке, в таком центре. Ну, и, в общем, по существу наше отображение, вот, это и есть гомотетия. Одну прямую на другую. Вот. Можно... Ну, вот как построить ее центр? Значит, тут, ну, как бы... Ну, это уже чисто компьютерная такая вещь, как бы из этого пучка ее нельзя. Ну, в общем, надо построить две такие прямые, как x и b, для другого значения x, взять точку пересекания, получим центр, и потом мы, значит, видим, что центр неподвижен. Вот. Ну, вопрос, который следующий, можно... Значит, если менять коэффициенты, то могут получиться разные картины. Ну, в частности, может получиться, могут и параллельные, конечно, получиться. Просто, вот, точка может быть, ее положение может быть и между прямыми, там, выше, ниже, вот, могут быть наклонные, такие... Параллельные прямые. Вот. Значит, вопрос... Ну, после того, как мы на это посмотрели, что оно как-то меняется, но, в общем, всегда все похоже. Как зависит эта точка от коэффициентов? Ну, вот, можно посмотреть так. Давайте я уже тогда уберу этот пучок, да? Будем менять, например, коэффициент k. kx, значит, коэффициент 3x. Сейчас, чтобы было понятнее, как эта точка меняется, я сейчас сделаю, чтобы у нас след был. Вот эти вот экраны. Так. Извините. Так. Вот. Мы видим, что она движется по прямой, когда я меняю k. Если я буду менять b, она будет двигаться по такой прямой. Но возникает вопрос, что это за прямая, там, почему по прямой и так далее. Как вычислить координаты этой точки, если у нас... Ну, если мы спроецируем эту точку на осик софта, у нас как раз получится центр вот этой гомотетии. Каждая линейная функция, это и есть, собственно говоря, гомотетия прямой. Где ее центр? Ну, вот здесь он как бы вычислен, но... Можно поставить задачу, как ее вычислить, эту гомотетию. Ну, вот такие вот... Это вот такое, так сказать, введение в следующие несколько экранов. Вот. И на следующем мы посмотрим теперь систему. Это уже Алексей Иванович показывал ее. Но здесь я добавил вот эти самые пучки. Один и другой. Ну, тоже, если менять, у нас будут меняться, как положение пучков, мы можем искать вот это, когда то значение x, при котором оба уравнения, y равно f от x, y равно g от x, вот красненькое и зелененькое, дают одинаковое значение. Вот. Можно подумать, а как это связано с пучками, связано, как это будет не связано. Ну, дальше. Ну, дальше. Как можно к этому идти? Вот смотрите, значит, у нас есть функция g от x. Как можно было бы решать вот эту вот нашу систему, систему уравнений? Ну, можно взять, подставим y в, то есть, выразим x через y и подставим. Ну, фактически у нас получится вот такое вот уравнение. Значит, x равняется f от x на g в минус 1 от x. Это вот здесь вот очень хорошо видно, что решить нашу систему, найти x, это равносильное решение вот такого уравнения. Потому что вот это f от x, да, а вот здесь тот же самый x, а вот это вот g от x. Значит, когда мы совмещаем, ну, то есть, обратное вот отображение, которое g от x переводит в x, это и есть как раз обратная функция. В данном случае тоже линейная. Ну, и когда мы совместили, то получается, что x переходит в f от x, а g в минус 1 от x, x возвращает на место. То есть, как раз получается вот такое уравнение. И вот, ну, как решить это уравнение? Ну, тут хорошо было бы нам эту функцию иметь, g от x, g в минус 1 от x, тоже в виде динографика. И тогда я бы отсюда вот от f от x провел, нашел вот это g в минус 1 от f от x, и потом посмотрел, когда у них совпадут координаты. Ну, вот тут в случае линейных функций это как раз несложно, потому что, поскольку x и g от x, ну, просто лежат на одной прямой, то, если я знаю центр, я могу взять точку на одной оси и найти на другую, или взять на другой оси и найти на первой. То есть, эта точка, она задает и прямую функцию, и обратную. Но благодаря этому легко совмещать там, находить вот эти вот, ну, те точки, где мы получим равенство. Давайте сделаем сейчас так вот, значит, поскольку мне нужно x совместить вот с этой функцией, вот с этим выражением, скажем так, с этой величиной, да, я ее перенесу на ту первую ось, просто отражу нижнюю часть картинки относительно средней оси, вот таким вот образом. Ну, вот надо просто эту точку отразить, центр зелененький, и от f от x через нее провести. Вот это и будет точка g в минус первой от f от x. Теперь я могу эту дополнительную его спрятать. У меня теперь имеется такая вот картинка. Значит, сейчас снимите. Вот. Есть x. x, f от x получается, если мы через x, и через вот этот центр гомотетики проведем прямую, получим мы апатетику. Потом есть второй центр, проводим вторую прямую, получаем жеменную сперва это апатетику. Совмещаем. Ну и вот тогда это и будет решение. Но теперь понятно, как его можно построить геометрически. Надо вот эти две точки соединить прямой, и на пересечении как раз и будет решение этого уравнения, этой системы. Вот так. Значит, вот такой геометрический подход к решению системы. Ну, значит, можно посмотреть, как в других примерах действуют так вот там. А вот здесь вот, получается, так, пример уже был. Тут у нас не совмещаются, потому что эти две точки, синяя и зеленая, они лежат на прямой, которая параллельна осям. Прямая не пересекается. У нас не получается решение, как в предыдущем случае. Здесь, наоборот, все совпало, и вот эта функция g-1, это g и f совпадают, поэтому это будет различная функция. Вот такое можно исследование, в зависимости от эффекциентов, провести там и так далее. Хорошо. Значит, вот такая интерпретация системы. Теперь пойдем дальше. Здесь упоминалась композиция. Ну, вот композиция линейных функций. Значит, есть функция f от x, и потом мы к ней применяем... Ну, здесь же в минус первую я просто не стал нового делать, но понятно, что можно было бы взять любую вторую линейную функцию и отсюда, от этой точки f построить. Это уже будет композиция. Теперь мы соединяем исходную точку и композиции. У нас получится... Ну, функция композиция. У нее тоже есть центр, как мы видим. Ну, это тоже будет линейная функция. И что мы теперь видим? Мы видим, что эти три точки лежат на одной прямой. Значит, здесь мы имеем дело с известной теоремой. Теорема о трех центрах, значит... То есть, о трех центрах гомотетии. Значит, исследуя решение системы линейных уравнений, мы выходим на... геометрическую теорему о трех центрах гомотетии. Так, теперь идем дальше. Ну, значит, это по поводу композиции, по поводу композиции алгебраической и композиции геометрической. Здесь я подхожу... То еще раз, в общем, я еще... Мы будем еще немножко с этой системой ввозиться. Как еще можно интерпретировать решение линейной системы? Тоже геометрической. Значит, нам нужно... Ну, по существу нам... Если мы приравняем игреки, так сказать, да, правые части. Правая часть одного уравнения это f от x, другого уравнения g от x. Ну и по существу нам нужно решать уравнение... Немножко изменения... А, вот так. Заслоняет... Панель заслоняет... Да, нам нужно решать уравнение f от x равно g от x равно y. Это будет y. Ну и можно что сделать? Можно просто построить от данной точки найти g от x, найти f от x. И потом диридовать x, пока они не совпадут. Ну и мы опять получаем хороший такой способ решения, когда... Для случая линейных систем. Когда у нас есть один центр, другой центр, просто проводим через них прямую. И вот точка пересечения с осями, это будут x и y, решения наших систем. Можно измерить численно, найти ответ. Ну тоже такая симпатичная штука. И очень наглядно, мне кажется. Ну вот это стопроцентно соответствует намограммам, да? Что у вас одно отображение задается... Проведением прямой через одну точку, другой через другое. Ну да, но намограммах там все-таки как бы кривые, на которых расставляют шкалы. То есть оно похоже, конечно, да. Нет, нет, но здесь такая самая примитивная кривая, прямая. Ну да, да. Линейное уравнение. Да, да, да. Хорошо. Значит, дальше идем. Ну вот теперь, ну в общем, вот это вот, собственно говоря, с динографиком таким вот одномерным, как бы, я пока что покончил. Потом мы вернемся к другим соусам. А сейчас мы перейдем как раз к тому, о чем говорил Гриша. Значит, мы можем посмотреть на систему уравнения таким образом. Вот у меня есть точка А. Это точка с агнатами Х и Грек. Мы вычисляем... Ну, я здесь немножко в других подозначениях это делал. АХ плюс БУ, А1Х плюс Б1, ИГР равно С1. Вот у меня есть точка С, значит, к которому должна звоняться. Мне систему-то я здесь что-то и не написал саму. В общем, система линейных уравнений такая. АХ плюс БУ равно С, А1Х плюс Б1, ИГР равно С1. Вот такая система. Значит, и будем решать ее геометрически таким образом. Построим точку, у которой координаты это АХ плюс БУ и А1Х плюс Б1, ИГР. Ну, просто вот у точки А есть координаты. Вот я двигаю вот здесь вот, видите, они меняются. ИГР, это ее координаты. Потом мы посчитали вот эти вот коэффициенты. Ну, я здесь для... Чтобы не загромождать картинку, я их убрал. Но эти А, Б, А1, Б1, это отдельные параметры. Можно их менять, задавать. Собственно говоря, вот они здесь написаны. Вот это А, Б, А1, Б1. Матрица, как видите. И мы можем теперь построить образ точки А, точка А''. Вот это в некотором роде динографик отображения, ну, линейного отображения плоскости. Так. И вот так ее подгонять, подгонять, как-то ее к этому С подвести. Вот мы тогда решим эту систему приближенно. Ну, в связи с этим, естественно, возникает вопрос, собственно, как устроено это отображение. Потому что там, где вот были линейные функции одномерно, это были гомотети. А что у нас здесь будет? Ну, посмотреть. Ну, очевидно, все присутствующие знают, что это можно задавать там матрицей. Вот. И мы, вот я с этой матрицей воспользовался, здесь у меня нарисован образ котика при этом отображении и квадратика, такие два герла. Можно подвигать, посмотреть, как это происходит, а можно посмотреть, что происходит с точкой. Вот сейчас я, во-первых... Вот то отображение, о котором я сейчас говорю, вот эти вот А и Б, это на самом деле координаты вот этих двух векторов. Вот это вектор А с координатами АА1, и Б с координатами ББ1. Вот. Я могу их менять, могу смотреть, как меняется изображение. Вот. А теперь давайте посмотрим, как оно устроено. Для этого я запущу эту точку. Я сейчас... Она у меня поедет. А перейдет в аштрих, потом... Посмотрим орбиту этой точки, в общем. А переходит в аштрих, посмотрим, куда перейдет аштрих, куда... Образ аштрих и так далее. Вот смотрите. Вот так вот движется. Вот тут у нас... Очевидно... Хотя у меня и написано, что здесь 1,0, но, наверное, это меньше, чем 1,0 определите. Вот. Поэтому так... А, извините. На самом деле, я... Вот здесь вот написан определитель этой системы, но он неправильно... Я забыл его пересчитать. Я там менял эту картинку, поэтому сюда смотреть не надо. Вот. Ну, давайте еще раз делаем. Так. Убежала. Больше единицы. Он разматывается в данном случае. Хорошо. Ну, я здесь заготовил два таких стандартных преобразования хороших. Это гиперболический поворот и эллиптический поворот. Ну, давайте посмотрим, как они работают. Значит, вот этот гиперболический поворот здесь будет. Сейчас запустим. Ну, вот так вот точку пересчитаю. Если сюда, я поместюсь. Почти на ловь поставил она вот так вот. Можно это оставить, эту картинку. Нет. Ну, и так далее. Ну, и эллиптический поворот уберите, тоже посмотрим. Здесь движется по эллиптикам. В общем, как видите, ну, в общем, геометрию этих линейных преобразований нельзя очень хорошо изучать. У меня еще были заготовлены несколько примеров, но времени не так много, поэтому, в общем, я, наверное, на этом остановлюсь. Вот, то есть, как мы от линейных систем перешли к линейным преобразованиям плоскости. И, в общем, мне кажется, что это даже можно там школьникам вполне рассказывать, там, ну, на каком-то таком наглядном уровне даже будет очень интересно. Вот. Дальше мы рассмотрим преобразование подобия, в общем. Ну, это тоже линейное преобразование. Частный случай хороший, который связан непосредственно с геометрией. Ну, собственно говоря, здесь, вот смотрите, преобразование, которое здесь показывает, здесь два преобразования. Оба они преобразуют отрезок ЕФ в отрезок ДЖ, вот в этот. Ну, одно первого рода, одно второго рода. Я могу менять отрезки эти, то есть, они задаются здесь не там углом или там центром, коэффициентом, они задаются непосредственно этими отрезками. Мы даже не знаем, где центр или что. Ну, вот, допустим, мы хотим найти центр. Центр вот преобразования первого рода. Значит, вот это, понятно, красненькая зеркальная, а зелененькая незеркальная котик. Значит, давайте запустим там же капотанк. Вот. Ну, и мы видим, что эта точка сходится, если у меня был квадратик, это поставлен к центру. Вот. Поэтому называют, как известно, есть такое название, спиральное подобие для преобразования. Ну, а вот в этом случае, когда зеркальное, тут будет по-другому начать вести. Так. Давайте я передвину сюда подальше эту точку. Ну, вот так. Я почти на ось попал. Вот, в общем, мы видим, что можно разные вопросы. Можно посмотреть, как устроено преобразование подобия. Ну, естественно, и как устроено движение. Но, чтобы получить движение, надо просто сделать эти два отрезка равные по длине. Вот. Ну, тогда у нас будет движение. Там, этот поворот получится, там, скользящая симметрия. Там можно все это смотреть. И интересен такой вопрос. Ну, хорошо. Вот мы увидели, что эта точка, ну, орбита вот этой точки при спиральном подобии сходится, значит, к центру, естественно. Как построить этот центр? Вот это вот уже такая хорошая геометрическая задача. Здесь построение показано. Вот, можно там окружности. Есть несколько способов. Один из способов такой, например. Но аналогично можно спросить, как построить центр зеркального подобия. В общем, кто изучает преобразование, для тех это будет хорошее, на самом деле, упражнение. Ведь можно более того, можно сделать... Есть еще более хитрое упражнение, на самом деле. Можно спрятать вот эти вот отрезки, чтобы их было не видно. А чтобы была только одна точка на экране, и ее образ. А больше ничего. Все остальное уберем с экрана. Вот как в этом случае построить центр? С помощью какой-нибудь такой... Ну, и математических конструкторов, любую другую программу можно сделать. Вот. Вот это уже такая головоломка математически-компьютерная. Потому что, как известно, для того, чтобы задать преобразование, нужно две точки. Ну, если известен род преобразования. По двум точкам стоит центр. А вот если у нас только одна точка. Ну, как бы, с одной стороны одна, а с другой стороны их бесконечно много. Вот как, пользуясь этим, построить центр? Ну, желающие могут подумать об этом. Ну, и теперь я вернусь к динографикам. Смотрите, вот когда у нас была для линейных функций, там вот эта вот прямая показывала нам хорошо, что есть пучок, есть центр гомотетии. А вот что у нас будет для дробной линейной функции, например? Что это будет за семейство этих прямых? Вот давайте я его нарисую. Ну, как видите, все эти прямые касаются гиперболы. Сейчас не видно почему-то гиперболы. А почему? Нет, ну вот все, извините. Тормозило просто. Да, есть, есть. Можно ее... А, тут вот в зуме не работают клавиши, поэтому я не могу просто так здесь сделать погуще. Ну, в общем, в принципе, она видна. Вот одна ее видна. Другая видна не так хорошо видна, потому что, ну, точка бегает, точка должна для этого бегать по очень большому диапазону напрямую, чтобы получить больше прямых здесь, чтобы второй вид образовать. не хватает как-то диапазона. Вот, но, может быть, в другом примере это будет виднее. У меня и мышь потерялась. А нельзя сделать прямые непараллельными, чтобы это была проекция? А, чтобы отображение стало проекцией? Ну, можно, конечно, да. Но это проективное преобразование, да, сохраняя двойное отношение. Но проективное преобразование можно всегда реализовать в виде одного движения, одной центральной... Ну, и там подобие... Да нет, подобие это вполне нужно. Движение и центральная проекция, да. Можно передвинуть одно из прямых, расположить не параллельно, а наклонно как-то, и тогда это будет действительно центральная проекция. Можно, да. Это тоже хорошая задача. Ну, вот, для разных, как бы, для разных значений коэффициентов здесь разные получаются. Пучки, в том числе и простой пучок, центральный. Вот. Ну, и, значит, вообще можно брать и другие функции. Можно там х-квадрат взять и посмотреть. Там для х-квадрата тоже как-то выглядит, как какая-то кривая второго порядка, но я не очень понимаю, почему. Сейчас, а для необразованных людей, а это порядок, почему они все гиперболы касаются? Ну, они, на самом деле, они не обязательно. Они будут касаться... Ну, у нас, как бы, получается, вот этот пучок прямых, он будет задаваться уравнением второго порядка. Ну, для необразованных... Ты что это? Ты же образованный. Я раньше думал, что образованный, а теперь, оказывается, что нет. А, нет. Не, ну, у нас проективное преобразование, да, и одной прямой на другую. Поэтому, если мы соединяем точку ее образ, то полученный пучок прямых будет тоже, ну, задаваться квадратичным уравнением. Ну, в общем, это уже, конечно, явно за пределами такой школы, поэтому надо просто другое... Другое время об этом поговорить. Я хочу еще одно, вот, за завершение я покажу еще одну картинку. Вот, здесь у меня пока ничего нет, да. Вот я двигаю... Духа Андрея Валерьевича Пантуева с его черными ящиками. Что здесь у меня сделано? Как вы думаете? Что это за точка на оси выхода? Как она построена? И функция, может быть, кто-нибудь угадает функцию. Не знаю. На гиперболу похоже. В смысле гиперболу? Что, функция? Ну да, на обратную пропаганность. Ну, да. Я думаю, что в данном случае это похоже, но построено оно совсем не так. Вот смотрите, как это построено. Значит, мы берем точку какую-то, да, в центр. Поворота, да. Ну, или просто точку. Здесь можно без поворота. Проводим прямую в точку X. По перпендикулярную прямую берем. И это у нас будет точка Y. Ну, вот это вот у нас вот такая вот штука. Получилось, да? Вот. А теперь, значит, у нас будет геометрия. Видите, все эти прямые как бы касаются окружности. Ну, окружность получится, если мы очень точно поставим точку посередине. Тогда это окружность. А если мы будем эту точку двигать, то эта окружность превращается в эллипс. А потом геометрия первого. Ну, здесь как раз секрет в том, что вот это отображение точки на одной прямой в точку на другой прямой тоже является проективным телом этого построения. Ну, и поэтому огибающий этих прямых будет тривой второго порядка. Вот. В общем, ну, собственно, это все, что я хотел показать. А сказать я хочу что? Что... Ну, конечно, я понимаю, что те вот последние, особенно картинки, которые я показывал, они уже за пределами как бы там, там, обычного класса, естественно. Ну, вот, был вопрос, что эти динографики, они сложные, там. Мне кажется, что, ну, они не сложные. Нужно просто, вот, если мы имеем дело, ну, так сказать, с обычными детьми, я не знаю, с какими-то там заинтересованными, не знаю, с какими, но, в общем, просто не надо от детей слишком много спрашивать. А вот, чтобы они своими словами описали, что они видят, например, они видят, что когда точка X движется вправо, то Y обязательно движется вправо. И вот, опять же, если им дать несколько функций, у которых такое свойство, и функции, у которых X движется вправо, Y влево, и вот, как бы, ну, осознавая этот факт, наблюдая его, да, они тем самым формируют для себя некое понятие вот о том, что функция, потом мы можем сказать, что эта функция возрастает, эта функция убывает. Это просто другая точка зрения на вот эти простейшие свойства функций, которые все равно им приходится изучать. Ну, и поэтому, кстати, и помещать шкалу на эти оси, ну, можно, конечно, это, как бы, можно какие-то там более сложные задачи давать, более хитрые там с числами, можно, конечно, но, в принципе, здесь изначально речь идет действительно именно о качественном описании. Ну, мне кажется, вот это вот то, что вот эти изобретатели этих генографиков имеют сначала в виду. но дальше уже, конечно, можно на это что-то еще навешивать, в том числе, когда мы присоединяем к этому понятию отображения, то тут возникает много новых, интересных идей, тут уже действительно более сложные задачи, и, как видите, ну, и вопросы уже не тревяльные. Ну, вот, наверное, все, что я хотел сказать. — Владимир Анатольевич, вопрос можно? — Да, да, конечно. — А как вы, вот, оцениваете перспективы генографиков для исследовательской работы, и в каком классе, как вы думаете, это можно делать? — Вообще, мне кажется, что Алексей Иванович лучше на этот вопрос ответит, потому что, ну, я не знаю, там, как бы, вот эти наши дети, которые в СУНС, да, им, конечно, нужно давать что-то такое вот, то, что я последнее там показывал. — Ну, если уровнем все-таки немножко поменьше, ну, не, ну, мне кажется, что здесь можно много, ну, нужна фантазия, и, в общем, я еще не успел вот это, ну, как бы не успел это переварить вот с такой вот точки зрения, что вот именно как исследователь, сказать, ну, не знаю, это вообще исследовательская работа школьников — это такой тонкий вопрос, там, что считать там этой работой, я не знаю, вот действительно Алексей Иванович может лучше об этом скажет. — Нет, ну, вот первый пример Владимира Натановича про линейные функции и центр пучок, и центр пучка, его расположение — это хорошая работа, вполне подъемная там для восьмиклассника, вот, так, в зависимости от чисел Ка и Б расположен этот центр пучка, это понятный для него вопрос, он может в программе поэкспериментировать, он все это может доказать потом, хоть через подобие треугольников, там, хоть еще как алгебру свернуться с геометрией. — Кстати, он потом может и доказать вот эту самую теорему о трех центрах, которая возникает здесь, да, более того, здесь, в принципе, из этой картинки можно теорему мини-лая получить, поскольку она практически равносильна к теорему о трех центрах, вот, ну, и получается такая хорошая связь между алгеброй, и диаметром. — Ну, вообще, очень красиво, очень неожиданно, ну, не то, что неожиданно, а просто необычный взгляд, как бы, когда зашорен на классических графиках, здесь некое альтернативное видение интересное, мне было очень интересно. — Здорово. — Владимир Натанович, а вот можно вопрос такой? — Да. — А вот, допустим, исследовательскую работу привозят на Калмогоровские чтения. — Да. — Вот, как говорится, насколько реально, что... — Вот с этим? — Ну, да. — Ну, так... — Вот от того, что там будет сделано, ведь, наверное, правильно? — В принципе, можно на чем угодно делать. Ну, не на чем угодно, но... Сам-то дело же не в материале, а в том, что там... Ну, понимаете, если, конечно, придут и расскажут, как этот центр гомотетии зависит от К и Б, то, ну, наверное, это все-таки для Калмогоровских чтений недостаточно, да? — А вот если там, скажем, разберутся, почему вот в последнем примере там получается, даже если точка, ну, в центре там это, в общем-то, такая-не такая сложная задача, почему там получаются какие-нибудь эллипсы, я не знаю, или что-то такое, вот это уже хорошее, да. — Спасибо. — Наверное, комплексные числа можно как-то еще... — А, комплексные сюда... Ну, да, да, да. Ну, комплексные числа... Ну, я не знаю, может быть, это надо... В общем, в матконструкторе были комплексные числа, но потом мы их убрали. Там, в общем, они были плохо, недостаточно хорошо реализованы, скажем так. Ну, можно, конечно, в принципе, можно просто их... — Нет, ну, Леш, ну, вот эти же картинки отображения плоскости в плоскость, то, пожалуйста, можно комплексные точки зрения, естественно, отображения расплатывать. — Ну, естественно, можно любую... Собственно говоря, вы можете написать любую функцию, там, f от xy, g от xy, и, по крайней мере, орбиту точки смотреть можете точно так же. Здесь ничего не будет как бы другого, да. А вот образ фигуры — это уже тут сложнее, конечно. Ну, если так делать. Тут-то почему можно построить образ фигуры того же котёнка? Потому что у нас там реализованы вот эти матрицы, и линейно... Если задана матрица, я могу сделать отображение, которое работает как эта матрица. Вот. А если там не линейно, такого у нас нет. Вот. Оптический обман, что когда пучок, то параллельная премия образует линейно. Нет, это известная иллюзия, о многом где описано. Да, да, да. Да. Здравствуйте. А можно спросить одну вещь? Да. А можно ли повернуть на 90 градусов в какой-нибудь момент эту прямую, на которую мы проецируем? Да. И переводим. То есть это же... И сделать график. Ну, то есть фактически, то есть можно сначала ученикам показать, как оно переходит из одной прямо в другую, потом эту прямую поворачиваем? Да, да, можно. Более того, более того, такие, ну, в живой мультимат, в ГСП, вот, в скетчпеле, да, там просто были такие готовые модели, но, как бы, я не знаю, имеет ли, ну, в общем, я не уверен, что это имеет такую большую смысл, честно говоря, вот, ну, вот преобразовывать это туда, ну, мне кажется, лучше просто рядом иметь эти две картинки, если уж вы хотите такую связь, а от этого, ну, ну, в общем, я не знаю, не знаю, может быть, это и имеет смысл. Ну, да, конечно, это можно сделать, можно сделать, можно, ну, это будет такая не самая простая модель, но, в принципе, можно эту нижнюю прямую прямо сделать, чтобы она повернулась, и чтобы точечка на ней вот эта вот, которая f от x уехала, и потом, чтобы появилась точка с координатами x f от x, это все можно. Я просто, я, честно говоря, я не убежден на, так сказать, на много процентов такой методической, педагогической целесообразности этой картинки. Нет, ну, вот как раз при рассмотрении дробно-лидейных преобразований это было бы полезно. А, да, да, да. Да, сделать, чтобы это была центральная проекция. Это да, это да, это я согласен, да, да, да. Ну, там же речь идет тоже не о графике, ну, в общем, да. Нет, нет, вообще классно, что какой-то новый мир совершенно, да, что вот все знают там графики, а тут прям что-то новое. Очень сложно. Просто я сейчас пытаюсь шестиклассникам объяснять функции, вообще пяти шестиклассникам я пытаюсь объяснять графики и функции, и у них есть какие-то, ну, у них есть затруднения, чтобы вот понять, что это такое вот просто график декартовых координат. Я просто думаю... Знаете, вот я бы в этом случае рекомендовал сделать по-другому, вот, ну, все знают там, значит, когда начинают графики объяснять, то строят графики по точкам, там, берут там три значения икса, там, или десять, вычисляют эти игреки, потом ставят точки и так далее. Так в этой программе это можно сделать, ну, не в этой, в любой программе динамической геометрии. Вы берете точку на оси, там, иксов, да, измеряете координату, вычисляете значения, берете точку, у которой игрек равно этому значению. У вас получилась точка. Графика еще никакого нет. А потом вы начинаете точку по оси иксов возить, и вот эта вот построенная точка, чтобы оставляла след. И это все равно, что строить по точкам, только вы сразу имеете непрерывную линию. Поэтому, как бы, вот эффект как минимум тот же самый, а на самом деле более хороший получается. Вот это, я вам даже скажу так, что самая первая вот эта программа, тот же вот скетчпэд, да, живая геометрия, которую у нас называлась, в ее первой самой версии не было вообще функций, да. То есть, точнее, функции там были, а вот строить график там команды не было. Потому что, ну, вот они исходили из такой вот, я бы сказал, несколько пуристской идеи, что не надо вот давать, так сказать, алгебру, вот пусть они ручками построят эту точку, но там был инструмент геометрическое место точек. Поэтому график можно было построить, но его нужно было строить вручную. Но, видимо, потом народ вот, так сказать, вытребовал у них, уже в следующей версии уже были графики. Но, как бы, на первом этапе, как раз полезно и не давать вот этот инструмент, который графики строит, а чтобы они их строили вот как геометрическое место вот этой точки. Ну, как-то и человеку это даже будет приятнее, что вот он сам его, не автомат ему сделал этот график, а он сам его сделал, руками прямо. А можно вопрос вот к Александру Коврову. А какие графики вы в пятом-шестом классе детям даете? Ну, я им рассказываю, во-первых, я сам физик, скорее, материаловед. Я им просто сначала, я просто показываю принцип реальный, какие графики бывают в науке. И потом я рассказываю, что мы можем строить график, то, что мы получаем на приборе, мы строим по точкам, потом мы его аппроксимируем, например, прямой. И я им пока вот просто даю графики просто пока что линейной функции для того, мне кажется, просто чтобы они посмотрели с другого конца на математику. Мне кажется, линейной функции не обязательно ждать, чтобы графики, чтобы получать графики, не обязательно ждать там седьмого класса. То есть у вас графическая интерпретация результатов вашего эксперимента? Ну, например, да. Я просто им рассказываю вообще, зачем графики нужны, потому что, мне кажется, когда их дают в школе, потом совершенно непонятно, что это, зачем, чему. Вот я им просто сразу рассказываю, зачем это вообще в жизни, вообще в реальности используются. Серьезно в научных исследованиях, да, в статьях. Им интересно. Петерсон предполагает, как мы видим, тоже есть графики движения. Что? В учебнике Петерсон, говорим, есть тоже графики, она предлагает себя в шестом классе графики движения. Нет, спасибо. Ну, не знаю, вот у меня не было, даже когда меня учили, у меня была хорошая школа, но понимания этого у меня в детстве не возникло. Я... А, вы имеете в виду, что вот, вы думаете, что если бы делать от динографика идти к графику, то возникло бы? Ну, не знаю, я... Не уверен. Не уверен. Мне кажется, все-таки основная проблема пятого, шестого, да и в общем седьмого класса, что у них еще числа не все известны, и с непрерывностью есть большие проблемы. Нет? Нету проблемы? Есть, есть. На самом деле, именно вот чтобы, если показать им графики, то они поймут непрерывность, мне кажется, а не наоборот. Ну, вот было бы очень интересно, если бы те, кто сегодня здесь был, ну, как-то это попытались использовать, да, и поделились своим опытом. Это было бы просто классно. Вот. Потому что мне не приходится работать там с такими, с малышами. Вот, кстати говоря, по поводу поделиться. Есть такая группа «Интерактивная математика» в Фейсбуке. Да, да, да. Вот как раз Владимир Натанович и коллеги ее активно ведут, и я немножко пишу тоже. Вот я ссылку в чат кинул. Там вот можно смотреть материалы и своими тоже какими-то находками делиться. Есмель. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...